Здрасте можно, с вами Скерс. Новой главы Берсерка в обозримом будущем не видать. Посему я решил делать вот такие видики по этой манге. Темы для роликов, кстати, мы выбираем вместе в моем телеграме. Ссылочка в описании. О Руке Бога известно не так много, но я постарался собрать всю известную инфу. Так что влупите лукойл. Так я буду знать, что вам интересен подобный формат. Впервые читатель ознакомится с Рукой Бога в конце шестой главы. Гад с большим трудом убивает апостола гусеницу на глазах его дочурки. От отчаяния и страха на последнем издыхании граф активирует бихелит. Тем самым перенеся всех в другое измерение. Там же перед всеми участниками событий предстает лань господа. Для людей они демоны. Для апостолов ангелы. В манге Берсерк существует физический мир, что виден всем. И астральный, сокрытый для простых людей. Но доступный магам и тем, кому не повезло подружиться с так называемыми избранными. Рука Бога обитает в глубочайших слоях астрального мира. И предстает только перед теми, у кого волей судьбы оказался бихелит. Который является своеобразным ключом. Однако им нельзя воспользоваться в любую минуту. Только в момент максимального отчаяния. Когда человек утратит все, о чем мечтал. Существует два вида бихелита. Кривозубокрестьянский для челяди. И лухари для тех, кто достоин быть одним из пяти ангелов. Тот, что для богатых активируется раз в 216 лет. Но несмотря на то, что бихелиты разные, условия одинаковые. Активируй, когда утратил все. Жертвуй самым близким. Получай могущество. Если же промедлишь или откажешься. Что ж. Участь твоя будет незавидной. Поскольку тебя засосет в этакий портал душ. Что и случилось с графом. Ведь он замялся и не пожертвовал своей дочуркой. Как нам всем известно, все апостолы и вышестоящие ангелы раньше были людьми. Также в мире Берсерка события развиваются не по кругу. Это скорее спираль, где похожие события происходят с разными людьми на протяжении всей истории. Но изменения достаточно существенные. Чтобы считать эти истории разными. В Берсерке понятия зла и добра довольно размыты. Перед нами скорее серый мир. В котором говно случается со всеми. За это мы и любим эту историю. Ну а теперь давайте поближе познакомимся с членами Длани Господа. Слан. Во время вознесения Гриффита именно ее мы видим первой. И я уверен, что каждый, кто ее увидел, сразу все понял о ее сущности. Ей даже говорить ничего не надо было. Если допустить, что порядок, в котором они появляются, является порядком их восхождения, то можно сделать вывод, что Слан самая молоденькая в пятерке. Не считая Гриффеля. О ее жизни как человека ничего не известно. Но если подумать и проанализировать все, что было в Берсерке, можно состряпать приблизительный образ. Облик апостолов отражает их внутренний мир. Их чувства и желания. И Длань Господа это тоже касается. При их создании Кентаро Мюра, скорее всего, вдохновлялся всадниками Апокалипсиса и семью смертными грехами. А еще всенабитыми. Смешав все это вместе, он запилил этакий микс. Очевидно, что Слан это похоть. Вспомним даже, какие голые вечеринки закатывали еретики в ее честь. И что там творилось. Теперь же ближе к делу. Если пытаться продумать, кем она была, то тут есть два возможных варианта происхождения. Учитывая ее тягу к садамазохизму, можно предположить, что она была либо профурсеткой, либо кем-то вроде Форнеза до того, как она вступила в банду Гатса и стала бороться со своими темными желаниями. Если предположить, что она была проституткой, то наверняка все кружилось вокруг мужичка. Скорее всего, и Знати, которого она любила. Но Анджи использовал ее как игрушку для своих утех. Он оказался помешанным на садамаза и использовал ее. Затем, наигравшись с ней, он ее бросил. Благодаря чему девушка осознала, что все, за чем она гналась, оказалось пылью. Ну а далее, как обычно, кровь, слезы, бихелит, затмение. И вот она, демоническая соблазнительница, желающая оседлать меч Гатса, без разницы какой. Если же предположить, что она кто-то вроде Форнезы, то здесь уже боли она причиняла сама себе. Ну а если вы читали или смотрели мой пересказ, то, думаю, пояснять особо не нужно. Разумеется, это не точно, что она была шлюшкой или женщиной-инквизитором, как Форнезой. Но суть ее восхождения не меняется. Она приняла себя, свой экстремальный способ выражать любовь, и стала членом Длани Господа. Интересно, будет ли еще одна пикантная встреча Гатса и Слан? Поскольку их встреча в Клипоте одно из самых ярких событий Берсерка. А еще я тут подумал, вдруг мечник сможет своим карманным Драгонслейером заполучить союзника. Ой, я отвлекся. Следующий у нас Убик. И судя по всему, он вознесся за 432 года до восхождения Гриффита. В Длани он своеобразный рупор. Именно он больше всего разговаривает с потенциальными апостолами. При помощи манипуляций он выпытывает самое откровенное. А затем подталкивает людей к тому, чтобы они пожертвовали своей человечностью. Что касается его человеческой жизни, то можно предположить, что он был проповедником или политиком, исходя из той роли, которую он сейчас играет в Длани. В 77 главе именно он убеждает Гриффита, что все, что с ним произошло, было результатом его собственной воли. По всей видимости, Убик может придавать форму подсознанию и разговаривать внутри него, поскольку в том разговоре он воссоздал детство Гриффита. В этом проблеске реальности Юбик принял образ той самой гадалки, что подарила ему Бехелит. А также убедил его в том, что он всегда был убийцей, озабоченным своим восхождением на вершину. А еще он ругает Гриффита в момент, когда он раскаивается за свои деяния. Благодаря его действия Ястреб становится на шаг ближе к принятию своего нового Я. В Берсирке используется идея о том, что причинно-следственная связь является движущей силой вселенной. И все предопределено. Но все же именно Убик убедил Гриффита и наверняка еще кучу народа. А все благодаря своим способностям. В своем затмении он мог быть сломлен от того, что вне зависимости от того, что он делал, и как пытался в дипломатию, все его усилия разбивались о войну. И быть может в такой момент он и захотел силы, которая позволит дать его словам больше возможностей. Персонаж редко появляется, Но большинство его реплик действительно трактуется как правда, что делает его превосходным манипулятором. А еще он напоминает министра Фосса. Быть может примерно так же и выглядел Убик, будучи человеком. Вполне возможно, Убик смог бы и Графу уболтать, но наличие дочки заставило его замяться, из-за чего его слова и действия не возымели никакого эффекта. Он и Войт единственные, кого нельзя было увидеть в физическом мире. Ну а о Войде мы поговорим чуть позже. Кстати, имя Убика, скорее всего Мюра взял его из одноименного романа. И интересно то, что это название произошло от английского слова Ubiquity, что означает вездесущность. Как по мне, это отлично подходит этому персонажу. Следующий у нас Конрад. Мюра явно вдохновлялся работами Гигера при создании этого персонажа. Конрад по своей сути является Мором. Является самым неразговорчивым членом Длани Господа. В эту компашку он залетел где-то 648 лет назад, в постгейзеровскую эпоху, когда мир был пропитан кровью и болезнями. Ведь после свержения империи Гейзериха, наверняка бушевали страшные войны и передел территории. Лично я поначалу считал, что этот парень самый бесполезный в компашке, но продвигаясь по сюжету дальше, понял, что этот челик не словом, а делом доказывает свою силу. И в плане влияния на жизни людей, он чуть ли не самый важный в их команде, не считая Гриффита. Если говорить о его человеческом воплощении, можно предположить, что он был врачом, который отчаянно боролся с чумой, но из-за людской безответственности и злобы он впал в отчаяние, и в конечном итоге сам стал чумой. Или же есть версия поинтересней. Конрад был ребенком, ставшим свидетелем невыносимых ужасов, через которые проходят больные чумой. Это бы объяснило, почему он не разговаривает, и почему он так похож на одного из младенцев Гигера. Возникает вопрос, но как он тогда пожертвовал тем, что любит? Ну, возможно, от Длани Господа настолько не хватало рук, что они взяли кого попало. А быть может, им и Агу сгодилось. Кто его знает. В любом случае, скорее всего, подобные тонкости мы никогда и не узнаем. А теперь переходим к самому интересному, по моему мнению. Войд, самый авторитетный член Длани Господа, появляется последним. И именно благодаря нему можно сделать вывод, что все Архангелы появляются от самого молодого к старому. Ведь мы относительно точно знаем, когда Войд вознесся. Это было примерно 864 года назад. И судя по этому фрейму, он единственный, кто остался с тех времен. В Длани Господа он в роли ведущего. Приветствует всех жертв, объявляя, что у них будет происходить на пиршестве. Если Убик маринует жертву, демонстрируя прошлое, и манипуляциями подталкивает к решению, то Войд уже ставит человека перед выбором. Он понимает, что избранный боится их самих. И, возможно, боится собственного желания. Но, с другой стороны, то, чего он желал, сейчас близко. И стоит ему произнести всего лишь одно слово, как он получит все, о чем мечтал. Также Войд, судя по всему, тот, кто раздает клейму Рока. Видимо, это право досталось ему, как самому древнему участнику Длани. Ну а теперь к самому интересному. Кем же был Войд? На данный момент кажется, что ответ очевиден. Он мудрец, которого пытал король Гейзерих. Все отлично сходится. Войд мозговитый, а учитывая, что апостолы получают то, что желали, ну, что еще может желать мудрец? И так-то оно так, но есть любопытный момент. Когда Гатс и Компашка шли вызволять Гриффита, Шарлотта рассказывала легенду о Гейзерихе. Он был верховным императором, который смог подчинить десятки наций и создать вековую империю, охватывающую все эти земли. В истории ему не было равных. Никто не знает, когда и с какой страны он прибыл, и как он собрал свою армию. Никаких записей о его жизни до самого прибытия на эти земли не было. Король Череп жил в невероятной роскоши, облагая народ все большими налогами. Но в конце концов, Бог решил, что терпеть такое нельзя. И стер город при помощи четырех или пяти ангелов. В Ангейзерих никого не напоминает. Даже Гатс отметил их сходство с Гриффитом. И есть один любопытный нюанс. Церемония воплощения, благодаря которой Гриффит смог переродиться, происходит раз в тысячу лет. И как раз почти тысячу лет назад появился Гейзерих. Вот только Войт, судя по расчетам, появился 864 года назад. И Гейзерих не мог запытать его, как бы он дожил до этого дня. А судя по словам Мозгуса, мудреца пытал именно Гейзерих. И что если Гейзерих, это Ки Гриффит. Ведь кто-то же воплощался тысячу лет назад. И наш Король Череп отлично стыкуется с этой датой. А легенда о нем буквально кричит о том, что этот парень мог быть именно тем, кто воплотился в физическом мире. Ведь о нем было ничего неизвестно, пока он не появился в этих землях. Даже деяния нынешнего Гриффита и Императора очень похожи. А учитывая, что события происходили тысячу лет назад, многие подробности могли просто не дожить, или превратиться в сказки. И что же у нас получается? Гейзерих отлично мог дожить до той самой церемонии с Войдом, при учете, что он был членом Длани Господа. Но за что он пытал мудреца? Причем, судя по обличию Войда, те пытки, через которые прошел Гриффит, детский лепет. Неужели Король Череп пытал его за то, что тот слишком много болтал? Или же Гейзерих увидел Багровый Бехелит, и не захотел, чтобы появился кто-то новый в его компашке, и попытался воспротивиться судьбе, из-за чего запытал бедолагу да так, что тот, даже переродившись, остался без плоти. Разумеется, после этого он лишился всего, а выжил благодаря проклятым доспехам, ну и тому, что, будучи ангелом, бессмертен. Это бы объяснило, как он смог дожить до нынешних событий, и зачем ему понадобился газ. Длань Господа забрала у него все, включая любимую. Своих сил ему будет мало, и он решил вырвать сильного воина из лап судьбы. Я ведь говорил, что события Берсерка развиваются спирально, и вот рыцарь Череп внес серьезные изменения в эту спираль. Разумеется, и здесь есть несостыковки, ведь Флора и остальные ведьмочки вроде как добрые, но с другой стороны тысяча лет прошло. Кто его знает, какими они были ранее? А что вы думаете на этот счет? Будет интересно почитать? Давайте вместе подумаем об этом. Ну а теперь быстренько про Гриффита. Кстати, вы знали, что Фемта в математике одна из приставок, используемых в международной системе единиц для образования наименований, и обозначения десятичных дольных единиц? Я не знаю, зачем вам эта информация, просто решил, что может быть кому-то полезно. Но вернемся к Берсерку. За этим персонажем мы следили с самого начала, как он вместе со своей бандой пробирался с самых низов, и как в итоге пал. А все из-за хвастовства перед девчонкой. Ведь именно в тот момент он лишился самого важного, хоть и не понимал этого. Ведь Гац, услышав его спич, захотел стать равным, отчего и покинул Ястреба. Но для Гриффита это выглядело иначе. Его собственность решила покинуть отряд. Такого он допустить не мог. Впрочем, силенок остановить Гатса у него не хватило. Из-за чего всю свою боль он излил в принцессу, раньше запланированного. Ну а затем темница и ужасные пытки. Единственное, что позволило ему выжить, это его мечта. Ну а еще то, что палачу был отдан приказ не убивать его. Да, если бы этот карлик перестарался, события Берсерка развивались совсем по-другому. В своем заточении Гриффит винил Гатса. Ведь по его мнению, из-за него он оказался здесь. Поэтому он чуть не придушил его, когда мечник пришел его вызволять. Ну а дальнейшие события окончательно его добили. Он уже не мог держать в руках меч, его бывшая собственность теперь очевидно лидер банды, а девушка, что сохла по нему, теперь с ним. И вообще, по всем признакам, он лох. Посему он попытался себя прикончить. Но именно в этот момент Бихелит возвращается к нему, и происходит затмение. И первым делом, после перевоплощения, Фемта насилует каску на глазах у Гатса. Чем обратил на себя ненависть всего фандома Берсерка. Несмотря на его перерождение, мечта осталась прежней, и он уверенно идет к ней. Соединив астральные и физические миры, он навлек на все человечество ужас. Но в то же время обеспечил себе лучший пиар из всех возможных. Ведь теперь для всех выживших он ястреб света. Мессия, что спасет человечество от чудовищ. Правда, он как бы самых навлек на них. Но это уже не важно. На самом деле, крайне интересно, каким правителем по итогу окажется Грифель. Есть ли в его планах оберегать людей? Или же в будущем, когда вся власть над миром окажется в его руках, он начнет издеваться над людьми, как делал Гейзер. По идее, он может и сейчас учинять реальный, например, хаос. Но не делает этого. Фемта единственный член Длани Господа, который полностью воплотился в физическом мире. Правда, с небольшим бонусом в виде лунного мальчика. Если здесь есть кто-то, кто до сих пор не выкупил, да, лунный мальчик, э.к.а. сын Гатса и Каски, э.к.а. демонический зародыш, живет в теле Грифита. Из-за того, что инкубатор Фемта сжалился над ним. И поглотил его. А внутри этого апостола все так перемешалось, что теперь эти двое делят одно тело. Правда, лунный мальчик появляется только в полнолунии. Но, хоть что-то. Будем надеяться, что Берсерк таки закончит. И в Лане Господа уделят побольше внимания. В завершении хочу сказать довольно избитую вещь, но дизайн этих ребят был вдохновлен синобитами. Впрочем, не только дизайн. Ведь синобиты тоже живут в неком пространственном разломе, и призвать в наш мир их можно с помощью коробки. Буду честен, я очень плохо знаком с творениями Клайва Баркера. И пояснять за синобитов не могу, ибо даже фильмов с ними не смотрел. Но даже одного взгляда на них достаточно, чтобы понять, у кого списал Миура. Хорошо, что не точь-в-точь. И у него получилось создать нечто самобытное. Если вы шарите за них, то можете рассказать о них в комментариях. Мне будет интересно почитать. Может, когда-нибудь я погружусь в эту вселенную. На самом деле, хорошо, что от Лане так мало информации. Ведь если бы мы знали о них больше, вряд ли эта пятерка производила такое впечатление. Лично я надеюсь, что завесу тайны приоткроют. Но на все вопросы не ответят. Ведь так будет куда интереснее. Этот ролик, можно сказать, я позаимствовал у западного канала. Выпилил всю воду, добавил что-то свое, ну и запилил свой монтаж. С оригиналом можете ознакомиться по ссылке в описании. С вами был Скерс. Канал существует благодаря этим ребятам. А еще отдельная благодарность Тазику, который нереально выручает канал последние месяцы. А также Кэпу, Якубу, Сергею Сушко и Крамеру. Низкий вам поклон. Напоминаю, что темы для подобных роликов мы будем выбирать в моем Телеграме. Также при желании там есть чат, так что всегда все можно обсудить. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Скоро услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok